Магазин детского питания и товаров для детей «Викуша». Каждый раз перед эфиром я думаю, о чем же таком интересном вам в этот раз рассказать. И сегодня я хочу познакомить вас с четырьмя удивительными девушками, которые вдохновят вас своей решительностью и творчеством. С вами передача «Город женщин» и я, Сергала Анамосова. Давайте начнем! Дорогие телезрители, сегодня у нас с вами будет такой небольшой интерактив. Я буду приглашать сюда своих гостей, а вы будете пробовать угадать, чем же они все-таки занимаются. И сейчас я хочу пригласить свою первую гостью Дину Савинова. Дина, пожалуйста, в студии к нам. Здравствуй! Здравствуйте! Дорогие телезрители, это Дина. Ей 34 года и у нее трое малышей. Давайте попробуем угадать, чем же она у нас занимается. Давайте я вам сделаю небольшую подсказку. Она с детства мечтала посвятить себе очень такой благородной профессии и мечтам свойственно сбываться даже в 34 года. Давай, Дина, расскажи нам, пожалуйста, как же вот ты решилась, поступить в мединститут? Вообще, с детства я мечтала стать челюстно-лицевым хирургом. С детства прямо? Да, прямо с детства. У меня было такое желание, я не знаю, мне нравилось представлять, как бы я изменила человека. Мне бы нравилась почему-то именно вот сама такая мысль про хирургию. То, что можно что-то изменить. Да, что я могу что-то изменить к лучшему, изменить качество жизни человека. Но это пришло потом, конечно, с осознанием того, что все это, да. Но в наше время, когда я заканчивала школу, я закончила физмат-школу, было модно тогда поступать на такие востребованные специальности. Поэтому я поступила на айтишника, я закончила это образование. И сейчас работаю по профессии. Но я занимаюсь еще своим хобби, он у меня связан с индустрией красоты. И поэтому вот в связи со всем этим я как-то решила, что в самом худшем случае я вернусь к своей профессии. Да, но если все получится, я исполню свою мечту. Я стану тем, кем я хочу быть. Да, но вот я знаю, что на врача учиться это, во-первых, долго. Да. И, во-вторых, очень сложно поступить, очень большой конкурс. Вот расскажи, как ты готовилась к поступлению? Я в прошлом году, в 2018-м, сначала поступила в медколледж на фельдшера. Я поступила, отучилась один год, и в процессе обучения мне пришло такое понимание, что все-таки, если я стану фельдшером, я не совсем исполню свою мечту. И решила двигаться дальше. С этой весны я начала ходить к репетитору по химии. Всполнить всю школьную программу, да? Ну, практически, да. Я ходила к репетитору по химии, по биологии я готовилась сама, и по русскому тоже сама готовилась. Купила книжку для подготовки к ЕГЭ, и, ну, читала в свободе. И ты сдала ЕГЭ? Нет, поскольку я после высшего образования, я сдавала университетские экзамены. Они подобны ЕГЭ, но, конечно, они не совсем как ЕГЭ, да. Тоже там есть и тестовый вариант, и с выбором ответа, и так далее. А вот как семья-то это восприняла? Первое время сначала, конечно, они очень удивились моему выбору. Это было для них неожиданностью большой, поскольку я уже... Вот мы увидим фотографии ваши, да, это вы на учебе. Поскольку я была таким уже, ну, сформировавшимся человеком, можно сказать, да. И когда было принято решение, что я буду все-таки идти к своей мечте, конечно, они меня поддержали, очень сильно прямо поддержали. И мой муж, и мои родители, и дети. И меня очень сильно поддерживает моя свекровка. Она очень помогает мне с детьми, с хозяйством, и для меня это просто вот спасение на самом деле. Вот поддержка родных, это, конечно, самое главное. Да, одно из важнейших. И как вот, ну вот, с восьми, да с каких-то, или как ты вот учишься? Поскольку я сейчас учусь на первом курсе, там много общеобразовательных дисциплин, которые я не посещаю, потому что у меня делается перезачет из старого диплома. Я посещаю только специальные дисциплины, анатомия, там, да, введение в специальность, история медицины, химия, ну, и такие вот дисциплины. Поэтому есть время, ну, вот, которое я могу потратить на учебу, есть время, которое я могу потратить на работу, и на хобби, и, конечно, на семью. И я живу по расписанию вот по такому. И вся моя семья тоже живет по моему расписанию. Да, вот, дорогие телезрители, видите, вот, мы узнали столько тонкостей, да, то, что, оказывается, можно и старого диплома какие-то получить, да, и то, что учиться, это очень здорово. Мне вот, знаешь, что интересно, вот, когда ты училась, вот, ну, ты на первом курсе, ну, тебе было, наверное, лет 17, да? И вот сейчас, как учеба происходит, как ты к ней относишься? Вот есть разница? Большая, огромная просто разница, потому что я сейчас к своему выбору подошла осознанно. И, возможно, если бы я поступила в мединститут в молодом возрасте, да, возможно, я бы не так хорошо училась бы, не так хорошо впитывала бы информацию, да. Сейчас мне просто безумно интересно, и вот сама зубрежка там латинского языка, да, для меня это, ну, вот, в одно удовольствие все это делать. И когда я поступила в мединститут, я все-таки поняла, что медицина – это не про бизнес, не про деньги, а медицина – это про именно призвание. Как здорово. Мне кажется, человек, который нашел себе призвание, он просто, ну, очень счастливый человек. Есть такое. А какая у тебя сейчас цель? Вот ты закончишь учебу, ты сколько лет будешь учиться? Я буду учиться 6 лет, но я думаю, что я пойду еще дальше в ординатуру, ординатура длится от 2 лет и выше, но программа минимум, конечно, стать косметологом, поскольку я сама в индустрии красоты, и мне там очень нравится, нравится преображать людей, поэтому я решила, что все-таки, да, скорее всего, косметология, но впереди еще 6 лет, так что я не знаю, что еще изменится. Программа максимум, конечно, это хирургия, но если бы, если мне позволит мое здоровье, я, конечно, добьюсь этого. Да, у тебя все получится, я вот прям все же рядом с тобой и вдохновляюсь, и тут прям видно, как у тебя глаза горят, как тебе это нравится, да. А что ты можешь посоветовать нашим телезрителям? Ой, самый главный совет это никогда не отказывайтесь от себя, всегда идите к своей мечте, верьте в себя и любите себя. Как здорово. Дина, я вот желаю тебе, чтобы твои мечты сбылись, да, я думаю, ты очень многих вдохновила своим таким ярким примером, пусть у тебя все получится. А далее у нас будет сюжет. Наш звездный стилист Бема Лазарева может попасть в любой гардероб, и в этот раз она побывала у заслуженной артистки нашей республики, из Абеллы Егоровой. Давайте посмотрим. Когда речь заходит о гардеробной, мы акцентируем свое внимание на одежде, но на самом деле никогда не стоит забывать про аксессуары. Аксессуар это то, что образует ваш уникальный стиль, и наша следующая героиня знает столк в аксессуарах и имеет ими пользоваться виртуозно. Иса, привет! Я рада очень тебя видеть. Спасибо, что ты пустила свою гардеробную в очень такое интимное пространство, и мне очень хочется посмотреть, что же там внутри. Пойдем? Пойдем. Эзабелла, очень приятно посмотреть на твой гардероб, он у тебя очень функциональный, все висит правильно, все расположено, зонировано. Это очень круто. Особенно мне нравится, что у тебя есть специальное место для таких красавиц, сумок. У меня есть маленький секретик. Я какие-то остротрендовые вещи покупаю в виде аксессуаров. То есть я в основном большую ставку делаю только на базу и приобретаю какие-то оттенки модные, красивые цвета, какие-то принты в виде аксессуаров. Это всего лишь малая часть того, что у меня есть. Да, 100%. Я обожаю ободки. У меня слабость ободка. Я знаю, что у тебя не только ободки сшитые на заказ, но также очень много у тебя одежды вообще в целом на заказ сшитой. В основном на выход я заказываю платье. Или же сама рисую дизайн, эскиз. И моя шва, я Анечка, мне с удовольствием все это ювелирными швами изготавливает все прямо по фигуре. И хотела бы рассказать и показать вам свое последнее приобретение. Безумно красивое платье цвета марсал. Здесь самое прям стилеобразующее и трендовое это плечики. Плечи просто огонь. Такое вот классическое платье превращается в ультрамодную современную вещь, если добавить просто такой вот ремень оригинальный. У каждой из нас есть вещи, которые нам дороги. У меня есть такое винтажное платье в стиле Кокошанель. Долю современности как бы придаст вот этот ободок 100%. И в принципе туфли даже можно будет не только бежевые, а любой другой цвет. Когда я была маленькая, я безумно фанатела от индийских фильмов. И попросила я на Новый год мамочку сшить мне индийский костюм индийской девушки. Она посмотрела прямо и перед ее взором мы сели шторы. Она быстренько сняла эти шторы, сделала вот такой вот эскиз и сшила прямо у меня на глазах. Я действительно очень благодарна своей мамочке за тот вклад, который она внесла. И мы трудились вместе до 4 утра, но тем не менее я на маскараде была самой красивой. Одежда, как бы не только то, что мы носим, но она также может являться вот таким хранителем ваших чувств и воспоминаний. Мне подарили шкуры лисы. Я очень долго думала, что же можно будет из них сделать. И муж мне предложил шить полушубок. Это на самом деле алгыс. Алгыс, якутский алгыс. Здесь изображена я. Да, и благословение, это оберег. Вот, и я считаю, у каждой якутской девушки должна быть какая-то часть из нашей культуры. Обязательно. Обязательно. Старайтесь. Национальное украшение интегрировать в повседневную гардюру. Это делается очень легко, это не сложно, а потому что те же наши якутские серьги прекрасно будут смотреться с пиджаками и костюмами. Впечатлений у меня много, спасибо большое. Надеюсь, наши телезрители тоже очень много впечатлений. Пишите нам в директ, мы будем очень рады посмотреть ваши комментарии. Спасибо большое. Тебе спасибо большое. Какой классный сюжет, а какие классные советы. Я тоже считаю, что якутские украшения это самые красивые украшения и они подойдут абсолютно под любой образ. Ну что, дорогие телезрители, продолжаем наш интерактив. Наша следующая гостья тоже многодетная мама и у нее очень классное и необычное хобби. Давайте ее пригласим. Анна Жиркова. Здравствуй, Анна. Ну, давайте посмотрим на нашу героиню. На кого она похожа? Нет, она не модель и не финалистка из Брутальной Якутии. Давай расскажем, чем ты занимаешься. Она берет лобзик, брутальный лобзик и сама делает мебель. А как она начала этим заниматься, Настя с нами расскажет. Ну, давай рассказывай. Ну, у меня это было с детства. Ну, этот инкетчин, интерес, это желание, потому что мой дедушка был столяром. И я росла, смотря на него. Как он работает, как он всю эту мебель делает. И они получались очень красивые. И мне это очень нравилось. И вот однажды, летом, я такая маленькая, пятилетняя девочка. И он в гараже работает, работает, делает стол. И он сказал, этот стол для тебя. Вот когда выйдешь замуж, с собой возьми. И ты росла, знаешь, этот стол твой, да? Да. А сейчас он где? Ну, к сожалению... Ну, ничего. Я знаю, что ты можешь сделать еще лучше, да? А вот как именно вот... Ты, получается, всю жизнь вот с детства росла и что-то пробовала делать, да? Да. Я вообще с детства была активной, вообще активной во всем. Пела, танцевала, рисовала. Даже фольклором занималась. Олан-Хо. Даже вот сейчас помню Олан-Хо. Вот. А вот как ты сказала семье? Типа, вот с этого дня я начинаю делать мебель, да? Или как это случилось? Да. Вот год назад я своему мужу говорю, я вот хочу вот этим лобзиком научиться пользоваться. Ну, хорошо, что лобзик дома был, да? Да, да, да. Вот. У нас много инструментов есть, поэтому удобно. И что было первое, что ты сделала? Бывают же такие перегородки из фольклора, с узорами. Да, да, да. И у меня такая была, но вот такого маленького размера. А тебе хотелось больше. Но зато своя и первая работа. Да. И насколько вот, сколько времени тебе понадобилось, чтобы сделать? Часов три, наверное. У меня все быстро получилось, поэтому я была рада. А вот смотри, а что тебе больше нравится сделать? Именно вот шкаф, да, стул или вот именно такие декоративные детали? Какие-то вот такие красивые мелочи? Все. Вот начиная с кроватей, шкафы там, думочки. У тебя сейчас получается дома есть и кровать, которую ты сделала, и шкафы, да? Да, стараюсь. Какая-то хорошая, прям экономная жена, да? Мужем повезло. Ну вот если я тоже хочу попробовать, с чего начать? Вот, ну вот, что ты посоветуешь? Во-первых, не бояться открывать для себя что-то новое. Это прям мой девиз. И поэтому я вот по жизни вот так и иду. Вот интересуюсь чем-то и сразу вот беру и делаю. Классно. И я хотела бы вот так это посмотреть. Да, расскажи о своей семье. Сколько, ну вот, я знаю, что у тебя трое детей, сколько им лет вообще, чем они занимаются? Старший ходит во второй класс, уроки читаем, все с ним прошли. А, вот мы видим фотографии, да, твоих малышей. И дочка средняя, она в садик ходит. Такая милая, нежная девочка. Прям принцесса. А вот младшенькая у нас, боевая такая. Все разные, трое, их трое, и они разные. А вот мне, я вот плохо представляю, вот где ты делаешь мебель? Вот прям дома где-то там? У тебя есть рабочая зона или как? Да, у нас есть гараж, и прям там, не отходя от семьи. Классно. И это то, о чем я всегда мечтала. Я всегда хотела быть рядом со своей семьей, и вот так и получилось. Мечты сбываются. Как здорово. Вот я вижу, у нас на столе есть изделие. Так, это получается у нас подставка для тортика, да? И ты ее сделала? Это делается на токарном станке. Ага. Да, классно. И вот это вот все ты вырезаешь, да? Это все делается на токарном станке. А потом все три части берутся и соединяются между собой. Вот, а расскажи, с чего начинается заготовление мебели? Вот, ты видишь кусок дерева, и вот так ходишь вокруг, и думаешь, что же из него можно сделать, да? Или это, или сначала появляется какое-то вдохновение, какой-то образ, и ты вот начинаешь делать? Вдохновение обязательно. Если вдохновение есть, могу вообще не останавливаясь работать. И вдохновение пришло. Первый пункт есть. А потом далее, берем материал, заготовку делаем, на рейсмусе, так делаем, и потом соединяются между собой, ну, чтобы цельный вот такой кусок получился, а потом далее уже, что хочешь, что и делаешь. Угу. Так, давай еще посмотрим, что это здесь, шкатулочка, да? Да, это прям мой набор. А, это твой набор для работы. Да. Кстати, мы же сейчас будем делать же такое что. Давайте. Круто, Вот эту вот чашу тоже ты сделала, да? Да, это тоже на таком основе. Она такая прям гладенькая. Классно. У нас тут есть птички. Птички, да. Вот, птички, а вот, кстати, это моя первая работа по резьбе. Класс. Самая первая. Я его где-то 4 часа делала. 4 часа? Да. Зато желание было, поэтому все было хорошо. И давайте я вам покажу. Да. Ну, чуть-чуть так. Я прямо первый раз только буду. Давайте вот эту птичку возьму. Давай. Будем потихонечку оформлять крылья. Вот. Я заготовила, и чтобы крылья более видно были. Ой, а ты сейчас режешь пальцы. Ну, вначале было. А ты перчаток, может, ты делаешь или вот? Нет, без перчаток. Теплота рук, да, еще? Да. С душой, главное. Все с теплым и душой. И вот эти маленькие части убираю. Ты сейчас вырезаешь эти, да? Угу. Пюрышки. А вот, допустим, вот для чего сделаны эти птички? Они будут частью какого... Для чего? Ну, ко мне вдохновение пришло. Ну, я вообще планирую, ну, хотела птички сделать, а потом вдохновение пришло, все нахолоннуло, и за два часа я две птички сделала, а потом и дальше подумала, что я с ними буду делать. Вот. Я вам открою маленький секрет. Я планирую сделать трон, необычный трон. Ага. Такого нигде не будет. А куда ты его поставишь? Посередине комнаты, да? Да. Здесь, поседание вашего мама, да? Для главы семьи, для моего любимого мужа. Какая ты замечательная. И потом туда эти птички посажу. Да, и зрители, пожалуйста, если вы видите мужа Анны, не рассказывайте ему, что она готовит ему сюрприз. Да. Вот ему и секрет раскрылся. Ну, вот так потихонечку. Ну, достаточно много времени уходит. А расскажи о своей самой сложной работе. Вот, что вот ты сделал, и прям вот гордишься, прям не могу. Я над этой работой тружусь уже месяц. Угу. Так. И это тоже относится к резьбе. Ага. Узор вырезаю. Вот хочу закончить его. Ага. Ну, это такая тонкая работа, и поэтому мне пока сложно. И я осваиваюсь с навыками, и надеюсь, у меня все получится. Угу. Это, получается, просто вот декоративный узор, который послужит вас красной в интерьере, да? И вот, и как, и вот с птичками сделаю, а потом подумаю, что с ним сделать. Ну, мы же женщины, мы всегда сначала делаем, потом думаем, да? Да. Так. А вы хотите попробовать? Попробовать давай. Ну, только осторожно. Да, ну, ты так прям как масло резала, да? У меня так получится, нет? Я делаю вот такие вот надрезы. Осторожно. Да. А расскажи еще про свои сделки. Вот что ты можешь прям взять и сделать? Потому что вот я ночами сижу на сайте Икеи и хочу себе мебель, да? А вот если бы я была от тобой, я бы давно себе ее сделала. Вот что ты можешь сделать? Ну, кровать, кровать самая простая и самая любимая. Да? А сколько нужно времени, чтобы сделать кровать? Чтобы сделать кровать одной недели, а если с мужем будем делать, ну, тогда дня три. А дети вам помогают? Да, вот сын, о котором я говорила, он летом нам чуть-чуть помогал. Он прям очень хочет, и я жду, когда он чуть подрастет, ну, чтобы там безопасно было. У него прям желание есть, и девочки мои очень хотят прям красить, мебель красить. А, это же сейчас так модно и очень красиво. Ну, в общем, я, мне кажется, могу испортить тебе. Мне у вас очень хорошо получилось. Да, классно. Вот посмотрите, пожалуйста, приблизьте, это сделала я. Видно вам? Здорово. Вот, хорошо, что у тебя доченьки есть, да, ты можешь им прям домик для Барби сделать, да, кроватки разные. Вот что ты им делаешь? Моя любимая работа – это кукольный домик. Он прям такой красивый. Если бы я была маленькой девочкой, я бы была вообще счастлива. Розовый такой домик двухэтажный, трехэтажный, с балконом наверху, куда можно положить мебель, там, в куколки поиграть. Это очень круто. Да, хорошо. Смотри, а ты можешь показать, как ты вырезаешь им, ну, вот глазки ты вырезала, да? А что у них еще будет? Какие-нибудь детальки будут? Да, ну, я… Покажи вообще инструменты, что у тебя есть. Вот у девушек в сумке бывает косметичка, а у Анны у нас в сумке вот такой набор. Вот расскажи вот именно, вот это для вырезания, а вот этими что можно делать? Вот этими можно закруглить, вот, например. Вот птичка есть, и берем вот этого размера, и, например… А, вот чем были сделаны, глазки, да? Да, вот так, например. Классно. И еще вот так, маленьким вот этим крылья вот так оформлять. А-а-а, а я думала, ты это все ножиком сделала. Нет, с ножиком не получится. Вот, а как вообще окружающие воспринимают, когда узнают, что у тебя такое хобби? Вот, когда я тебя видела в первый раз, я подумала, ты там любишь по салонам красоты ходить, там прихорашиваться, и очень удивилась, да, когда вот узнала, что так. И когда я была маленькая, вот в подростковом возрасте, у меня год был такой, я была пацанкой. И у меня сейчас это вроде бы как чуть-чуть есть, но это в основном мебель делать, это не женское дело, ну, мы же все понимаем. И когда говорю, что я делаю мебель, это мое хобби, все удивляются, прям, как и вы, да, все удивляются. Ну, Анна, большое вам спасибо, вы для меня открыли, ну, такой новый мир. Если честно, мне тоже очень нравится вот делать такие вещи своими руками, да, большое вам спасибо. И я очень надеюсь, когда будет готов трон, вы мне отправите фотографии, я посмотрю. Здравствуйте, дорогие телезрители, с вами Город Женщин, и сегодня мы говорим про интересные профессии, про хобби и про призвания. Напоминаю, что у нас идет такой интерактивчик, и мы по внешнему виду наших героинь пробуем угадать, чем же они занимаются. И сейчас я приглашаю нашу следующую гостю, Анну Куть. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, снова загадка. Это Анна, она научный сотрудник, и когда она вне работы, у нее есть очень такое сладкое хобби. Это подсказка. Как вы думаете, чем она занимается? Она у нас кондитер, да, и сегодня мы вместе с ней попробуем приготовить такой вкусненький десерт, который можно приготовить хоть сегодня вечером или порадовать своих родных на выходных. Давай пойдем за наш стол. Что мы будем готовить, Анна? Мы сегодня приготовим упрощенную версию тирамису. Тирамису. Да, это обалденный итальянский десерт. Значит, оригинальный десерт у нас... Какой цвет нравится? Зелененький. Вот вы, наверное, видели, да, то, что у нас какие сегодня классные гости. Ой. Ой, у нас... Так, давайте я сделаю так. Дам вам свой, а я вам буду просто помогать. Хорошо. Хорошо. Ну вот, Анна, вы у нас научный сотрудник. Да, расскажите, пожалуйста, о своей очень серьезной работе, да, и... Как вы к этому пришли и вообще как начали заниматься кулинарией? Ну, начну с того, что вообще я работаю в Институте Мирзлотоведения. Это моя основная работа. Значит, со всеми вытекающими. Кандидатская работа, научная работа, полевые, экспедиционные работы и так далее. Ну, второй декретный отпуск. Вообще классное время, декретный отпуск, девушки. Вот просто, мне кажется, в это время у нас прямо раскрываются все таланты, да, мы наконец-то пришли к себе. Да, вот у вас так случилось? Да, у меня как-то... Первый декретный опыт у меня... Я защитилась, защитила кандидатскую работу. А можно тему узнать? Она наверняка очень сложная. Тукуланы. Я думаю, что все знают Тукуланы, да. И я занималась как раз изучением их строения, возраста и попыталась восстановить обстановку, в которой произошло их формирование. У меня так антично сколько им лет? Им порядка 50 тысяч лет. Классно. Вот. Ну, и во время второго декретного отпуска как раз мне захотелось попробовать себя в чем-то новом, отойти немножко от науки. И, ну вот, выбор пал на кондитерку. Почему? Так, давайте, а что мы сейчас сделаем? Давайте вот, чтобы зрители успевали за нами. Здесь мы взбили предварительно... Это были сливки 33%. 33%? Да. Без сахара, без чего, просто мы их взбили, чтобы пенка такая... Да, до устойчивого состояния. Ага. Значит, здесь у нас сыр маскарпоне, бон фесто, в частности, с сахаром. Дальше мы это все аккуратно перемешиваем. А сколько вот вы сюда добавили сахара? Сахара... Ну, на самом деле сахар это достаточно такое относительное понятие. А, ну, кто кому как, да? Кому послаще, кому это не так сладко, поэтому... Дальше мы... Нам нужен кофе. А, обожаю кофе. Да, если, к примеру, мы делаем тирамису для детей, то кофе можно заменить на самом деле на какао. Так. Дальше добавляем в воду. Пол стаканчика воды. Да. И кофе у нас было примерно 2 чайные ложки на глаз. Да. Я делаю покрепче обычно. Так. Дальше мы делаем следующим образом. Рецепт сам по себе очень простой. Муж у меня просто обожает тирамису. Да. Кстати, давайте о вашей семье. Да, вот. Они, наверное, просто избалованы такими красивыми десертами. Да, потому что если сейчас стоит выбор между покупным тортом и сделать его дома, дети у меня выбирают домашний, да. А муж теперь ходит и оценивает. Нет, говорит, вот здесь тирамису не очень. Твой тирамису гораздо лучше. Да, здорово. Так, мы теперь накладываем первый слой. Мы же сразу, вот какая у меня хорошая работа. Да я вот и танцевать, и чусь, и готовить, и чусь. Просто замечательно. Ну вот о семье. Сколько у вас детей? Сколько им лет? У меня двое детей. Им 5 и 3 года, старший сын. Совсем маленький еще, да? Ну, я не скажу, что маленькие, понимают они очень много. И с появлением детей, конечно, я себя чувствую совершенно другим человеком. Я не ожидала, что я могу быть такой. Раньше я себя чувствовала совершенно спокойным, адекватным человеком. Теперь это спокойствие иногда меня покидает. Мы берем, как и всех мам, наверное, покидаются в гости, мы берем вот печенюшку. Эта печенюшка называется савоярди. Савоярди, да. Дамские пальчики. Дамские пальчики. А можно самим испечь печенье? Да, рецептов очень много есть в интернете. Но для того, чтобы сэкономить время, можно. Вот у нас такая посудка, да, и чтобы туда все красиво поместилось, мы разламываем пополам. И кофе прям макать сильно или слегка? Сильно. Сильно. Но надо очень быстро его успеть положить в крем, чтобы печенье не успело размокнуть в руках, потому что оно очень быстро размыкает. Да, да, да. И его там утопить. А, утопить. Ага, поглубже. Можно сделать несколько таких слоев. Дальше мы снова все это дело... А расскажите, самый великолепный десерт, который вы готовили в жизни. Я по-настоящему горжусь двумя десертами своими. Это первый, это морковный торт. Потому что, когда я только начинала печь, ну, тогда очень популярными были медовые торты. Медовый, птичье молоко и обычный бисквит. Я в свое время в университете ездила за границу на стажировку. Я 4 месяца проучилась в Швеции. И там познакомилась с девочкой из Канады, которая мне дала рецепт обалденного морковного торта. Ах, ух ты. Да. И я начала потихонечку готовить. Сначала люди очень с опаской. Сначала очень родные все, мы на семьях очень с опаской отнеслись к морковному торту. Потому что как морковка тортит сладко. Но потом распробовали, потому что это были просто ароматные, пушистые, воздушные коржи. Сверху это была карамель, воздушный крем и еще апельсиновая прослойка. Я сейчас знаю, куда я пойду после эфира. Я после вот таких рассказов не очень захотелось есть. Так, это у нас какао. Это какао. И сверху мы это делали все... Через сотейник, чтобы это вот красиво так это распределилось, да? Да. Как в ресторане, как в кофейне. Пожалуйста. Вот. И еще одно мое, один мой десерт, которым я горжусь, это эклеры. Я потратила... О, это же так сложно делать. На самом деле нет. На самом деле оказалось нет, несмотря на то, что я потратила три дня, чтобы отработать рецепт. Но теперь я понимаю, что это просто бомба. И мои домашние, и те, кому я вообще пекла эклеры, они все, конечно, были в восторге непосредственно от самого вкуса, от того, как они выглядели. Вот. Поэтому я ими горжусь. Да. Ну вот смотри, ты рассказываешь, что ты три дня отрабатывала, да, вот именно вот тесто. Это же такая страсть, такой интерес. Откуда он появился? Может, ты с детства это любишь? Да. Я вот как раз много думала об этом и поняла, что и с детства. Я вот вспомнила свой первый опыт готовки. Это было в школе, наверное, в классе пятом, когда еще были традиционные чаепития. Все приносили рулет и газировку. Ну, я решила, так сказать, сама приготовить. Приготовила печенье, но его никто не стал есть, потому что я переложила соды. Это был мой первый опыт. Потом уже дальше стала готовить, потихонечку пытаться делать что-то сама, искать рецепты. Ну и, конечно, вот пик пришелся на рождение второй дочери, как бы, на рождение дочери. Поэтому там уже как-то это все вышло на другой уровень немножко. Уже начала искать новые рецепты, новые технологии какие-то. Это глазурь, шоколад, шоколадный декор, разные начинки, разные крема, оформление. То есть это было очень интересно. Да, и это вас вдохновляет? Это меня вдохновляет. Но вместе с тем это не только творчество, потому что творческим человеком я себя не назову. Для меня это попробовать что-то новое на самом деле. Потому что, пробуя что-то новое, открываешь в себе совершенно другие черты, которые можно потом применить в другой области. Да? Да. Расскажи, прямо в душу за палкой, ты сказала, вот как то, что ты готовишь, влияет на твою научную деятельность? Начинаешь смотреть с другой стороны. Начинаешь подходить немножко по-другому. Уже нетрадиционными способами изучить, найти, там, еще что-то здесь. Я даже по-другому немножко скажу. Здесь пропала нерешительность. То есть уже боязнь попробовать что-то новое, боязнь написать, боязнь подать заявку, боязнь рассказать, боязнь еще чего-то. То есть это, наверное, просто один из моментов преодоления себя. Ой, здорово. Поэтому это уже, я думаю, что это помогло мне на самом деле. Мне прям надо записать, что вы сказали, и в цитаты умных людей сразу. Ну давай посмотрим, что у нас получилось. Тирамисо. На самом деле здесь можно еще снизу или в серединку положить любые ягоды, клубнику, то есть оформить по своему виду. И сверху тоже ягодку, мяту, еще что-то. То есть на самом деле это десерт, несмотря на то, что он имеет достаточно классический рецепт, его можно изменять от себя. То есть с ним можно фантазировать, можно вносить что-то новое и не бояться, главное, этого. Так что я надеюсь, что вам понравится. Да, это очень классно. И вот когда порционно сделано, это же так удобно, да, вот на праздники торт, например, ну и как-то его уже так неудобно резать, а тут уже порционно для всех есть, да. Здорово. А вот мы же туда клали печенюшки, и вот сколько они там должны, вот сколько должен десерт постоять перед тем, как... Часа два, часа два-три в холодильнике. И я вот прямо это, я очень хочу попробовать. Ничего вас даст, что он так это... Я очень рада, что понравилось. Очень вкусно, классно. Поэтому мои дети, они мне помогают. Они видят вот это вот желание готовить, конечно, и я стараюсь не убивать у них это. То есть если они подходят, говорят, мама, давай сделаем. Ладно, давай. И даже картины перед глазами, даже там будут горы немытой посуды. Это не самое страшное. Гора немытой посуды не страшная. Мука рассыпанная, масло, там что-то у нас иногда страшные вещи творятся на кухне. Зато у ваших детей уже не будет таких страхов и границ на счет готовки, да. Еще, если бы у меня была такая родственница, я бы наверняка просила вас всегда приносить, ну вот, а может ты к нам на чай придешь, и еще тортик захвати, да. Да, такое есть. Вот, например, свекровь мне уже третью неделю вспоминает, что я и обещала торт. Но я когда-нибудь созрею, потому что сейчас, конечно, в связи с тем, что и дети стали постарше, и работы стало немного побольше, конечно, времени. Анна, большое спасибо. Это очень вдохновляет. Дорогие зрители, вот вы сегодня видели, какие у нас были потрясающие, замечательные девушки. Я надеюсь, что они вдохновили вас на такие изменения, да, на то, чтобы у вас появилось хобби, какие-то маленькие подвиги ежедневные, что вы совершали над собой. Анна, большое спасибо за десерт. Пожалуйста, попробуйте приготовить этот умопомрачительный десерт на этих выходных. С вами была передача «Город женщин» и я, Саргалана Амосова. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok